Противодействие экстремизму, профилактика безнадзорности и правонарушений подростков. Эти темы стали центральными вопросами, рассмотренными на заседании координационного совещания антитеррористической комиссии. По словам губернатора Виннимина Кондратьева, по итогам прошлого года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в крае, снизилось на 9%. Мы должны прийти в семью, понимать, чем они живут, как они живут, какая перспектива, что там. Мы же не придя в семью, мы это не увидим и не поймем, а потом будем иметь только негативные последствия нашего безразличия, потому что дети сами себе предоставлены. Вот здесь только один способ неравнодушия, в том числе тех, кто за это отвечает, и отвечает за, в том числе, профилактику правонарушений среди подростков несовершеннолетних. Игорь Викторович, я тогда вам поручаю, в течение месяца проработайте механизм. Вот если попадает подросток в рамках просто мониторинга, вот как пример, ночью, он оказался на улице, то информация о том, что подросток ночью оказался на улице, на следующий день должна уже находиться в органах местного самоуправления. И органы уже в рамках компетенции должны прийти в эту семью и понимать, что там происходит. Обмен информацией должен быть. Еще одна тема, рассмотренная на заседании, – поддержка, оказываемая вынужденным переселенцам. Осенью прошлого года Краснодарский край гостеприимно встретил жителей Херсонской и Запорожской областей. Из-за ситуации на их малой родине несколько тысяч человек эвакуировали в города Кубани, в том числе и в Анапу. Людей разместили в здравницах и санаториях, обеспечили бесплатным питанием, детей устроили в школы и детские сады. А в первую очередь помогли с оформлением документов для получения паспортов, единовременных выплат и жилищных сертификатов. По видеосвязи мэр курорта Василий Швец доложил, какая помощь была оказана жителям Херсонской и Запорожской областей. Сейчас в пунктах временного размещения находится более 7 тысяч вынужденных переселенцев. Выдано около 6 тысяч паспортов, а также порядка 3 тысяч жилищных сертификатов. Ведется сотрудничество с другими муниципалитетами, которые готовы принять у себя новых граждан России. По вашему поручению, уже с ноября месяца на регулярной основе к нам приезжают делегации из муниципальных образований, некоторые уже по второму, по третьему кругу, поэтому эта работа ведется в постоянном режиме. Более того, этот опыт же мы передали и посоветовались вместе с коллегами из администрации президента, доложились им. И сегодня к нам сюда приезжают делегации из других регионов даже. Первые были Псковская область, Новосибирская область, Мурманская область. Из других регионов сюда приезжают. В том числе, кстати, уже есть результат, там Псковская область уехала, две семьи. Сразу после краевого совещания участники заседания обсудили этот вопрос уже на месте. Сейчас у новых граждан России есть все возможности для того, чтобы начать жизнь с чистого листа. В Краснодарском крае или других субъектах страны. Включились все очень оперативно, поэтому спасибо огромное за ту работу, которую и до этого проводили, ну и, конечно же, ту работу, которую уже непосредственно осуществили с учетом уже непосредственно выездов в Темрюкский и Туапсинский район, с учетом недостатков, которые там были выявлены. Мы их все проанализировали, посмотрели. Муниципалитеты в дальнейшем готов оказывать поддержку вынужденным переселенцам. А в случае, если россияне захотят найти работу или переехать в соседние регионы, на базе пунктов временного размещения созданы консультационные центры, где с людьми также общаются представители предприятий и агентств недвижимости из других городов. Антон Чистяков, Ксения Сипков, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.